Ну, для начала я бы хотел сказать, что на самом деле мне кажется очень круто, что мы в принципе устроили вот такое вот мероприятие, что как бы чуть-чуть нашим, чуть-чуть вашим, дроид, хэтс и все такое. Я на самом деле очень горд, что я в этом вообще участвую. Спасибо большое организаторам, Саше в частности. Можно поаплодировать Саше. Меня зовут Виктор Лапин. За последние 10 лет я успел поработать как еще десктоп-разработчиком, так и бэкэнд-разработчиком. В конечном итоге дошел до мобильных приложений и прямо сейчас я являюсь руководителем группы разработки по мобильным приложениям в компании Адвантум. Если кому интересно, чем компания занимается, можно в кулуарах потом об этом тоже поговорить. О чем, собственно, будем говорить сегодня? В принципе считается, что IDL это такая очень платформенная штука, туда лазят только такие суровые системные фреймворки-разработчики, которые знают очень много, у них там голова как две моих. На самом деле нет. Можно спокойно пользоваться даже не в B2B, а в абсолютно обычных B2C и консюмерских приложениях. Вот как раз сегодня я хочу рассказать, как именно мы это делали на примере приложения «Мобильный художественный театр». Там нам понадобилось воспроизводить немножко аудио. Мы решили это делать при помощи IDL. Естественно, мы отхватили чуть-чуть граблей на этом деле. О них я тоже постараюсь каким-то образом рассказать. А дальше вы уже сами сможете сделать выбор, а надо ли оно вам. То есть я ни в коем случае не пытаюсь кому-то что-то навязать, мое дело поделиться опытом. Для того, чтобы немножко понимать исходные, то есть с чем пришлось работать, скажем так. Приложение «Мобильный художественный театр». В нем контентом является спектакль. Спектакль поделен на главы. Глава из себя представляет, если брать так немножко упрощенно, это аудиофайл, который читает рассказчик. То есть такая аудиокнига с геолокацией. Есть маршрут прохождения по спектаклю, он отражается на карте. Количество точек на карте — это количество глав одного спектакля. Ну и, естественно, все это как-то завязано на то, что когда человек дошел до определенной точки маршрута, у него переключается следующая глава, воспроизведение продолжается, все счастливы, все хорошо. Если говорить о технической стороне, оно написано на Котлине, мы использовали джетпак, мы использовали MVP и RX, да, у меня RX главного мозга, как очень любят говорить, по-моему, Артур Василов. В качестве DI мы туда завезли коин, я его очень люблю и всем рекомендую, если кто-то еще не пробовал. На Мобиусе, на декабрьском, по-моему, Дэнни Пройслер читал совершенно шикарный доклад по Койну, крайне рекомендую посмотреть. Чичерония для навигации, стандартная связка ретрофита и Http, мапки для показа карты, ну и сбоку еще гугловые сервисы, это аналитика, пуш-уведомления, и примерно вот такая картина получается в целом. Мы говорим о воспроизведении аудиоконтента. Это, прошу прощения за каламбур, долгоиграющая задача, она выполняется в фоне, она должна быть устойчива к попыткам системы забрать эти ресурсы себе, которые под него выделены. Ну, никому же не нравится, когда на середине воспроизведения вдруг раз все погасло, ну, потому что Google сказал, а давайте мы будем экономить батарейку. Ну, это грустно. Мы так не хотим. И, по сути дела, это такой отделимый кусок функционала. То есть мы, например, взяли стандартную реализацию медиаплеера, нам его достаточно. Если бы мы вдруг захотели переписать его на экзоплеер, ну, вдруг, мы должны как-то это сделать, не тратя тонну ресурсов, дней, нервов, денег и так далее, и тому подобное. Исходя из всего вот этого, мы приходим к достаточно простому выводу. Аудиоплеер должен быть сервисом. Вообще без проблем. Давайте писать сервис. Да простят меня сразу сторонники какого-нибудь такого кода по учебнику, поскольку у нас во всем проекте MVP, то в сервисе мы тоже решили делать такую нотацию похожую на MVP, поэтому сервис у нас реализует некую вьюшку, и у нее есть некий презентер. То есть в презентере лежит вся логика медиаплеера, ее здесь не будет, как говорится, сейчас не об этом. В методе onCreate мы просто в презентер эту вьюшку отправляем, в методе onDestroy мы, естественно, за собой прибираемся. Метод onStartCommand мы не переопределяем и не реализуем, он нам не нужен, мы не будем стартовать этот сервис. Ну, вот так. Дописываем его в Android Manifest.xml. Если вдруг кто забыл, я напоминаю, что начиная с восьмого андроида для foreground сервисов обязательно нужно указывать permission, ну, поскольку это плеер, он, естественно, будет foreground. Ну, и как бы вот на этом этапе у нас есть какой-то сервис, который вроде как работает. Считаем, что с медиаплеером у нас все хорошо, мы его сделали, он в полном порядке. Встает вот такой вот замечательный вопрос. А как там взаимодействовать между UI нашего приложения и вот этим вот сервисом? Ну, как правило, есть несколько способов, как именно это можно сделать. Наверняка кто-то из вас какие-то способы знает. У кого есть предложения, идеи? Кто чем пользуется для проброса команд между сервисом и UI? Так, так, хороший вариант. Я про него, кстати, забыл. В общем, так, навскидку я генерил где-то вот что-то вот такое. Можно использовать интенты. Ну, то есть повторный вызов старт-сервиса, мы передаем какой-то интент, какой-то экшен, какие-то экстра. Ну, работать будет как бы. Это такой проверенный способ. Там все хорошо. Можно использовать бродкасты. Ну, локальные бродкасты в нашем случае. Мы не хотим на всю систему транслировать, что у нас происходит в этом сервисе. Но Google настойчиво нам рекомендует все-таки использовать байндеры. Прямо вот у Google есть методичка, там ссылка на нее в самом низу слайда. То есть утверждается, что лучше, правильнее, религиознее, что ли, использовать баунт-сервисы. В той же самой методичке описан способ под названием local binder. Когда мы просто расширяем класс байндера, прописываем в него экземпляр нашего сервиса и его возвращаем через service connection. Дальше мы его достали и начали пользоваться. Ну, в общем, тоже вариант рабочий. Google плохого не посоветует, оно работает. Дальше начинаем уже фантазировать и уходить в бред. Если мы достали экземпляр сервиса, можно туда паблиш-сабжектов насовать и на них подписываться. У нас Rx Java, я напомню. Так делать не надо. Вот прям вот совсем не надо, даже если у вас Rx главного мозга. Еще два варианта, через которые можно общаться между сервисом и UI при помощи байндера, это мессенджер и IDL. Для тех, кто привык его называть IDL, я буду IDL ему дальше называть, прошу прощения, если что. И мессенджер, и IDL – это уже достаточно серьезная артиллерия. Она предназначена для межпроцессного взаимодействия. Те, кто был на докладе по файзингу, естественно, все это слышали. Там основы были поданы очень хорошо. Между ними есть на самом деле различия. Мессенджер, как следует из названия, предназначен для того, чтобы обмениваться сообщениями. Причем, более того, он умеет только принимать сообщения. То есть он не умеет их посылать. Надо в него этот месседж заталкивать. В самом лучшем случае мы будем знать, куда отправлять ответ. Поэтому мы так на это посмотрели, решили от него отказаться. IDL – это еще более низкий уровень. На самом деле у мессенджера под капотом тоже IDL. Но вот поскольку мессенджер нам не подошел, от LocalBinder мы отказались сразу, потому что уже было понимание, что придется их разносить. Остановились на IDL. Что есть IDL? Расшифровывается как Android Interface Definition Language, входит в семейство IDL языков. Разработчики со стажем, особенно те, кто пишет на C, наверняка сталкивались когда-нибудь с IDL. То есть если вкратце, это описание контракта взаимодействия между условным сервером и условным клиентом, которые могут быть написаны вообще на абсолютно разных языках. Главное, чтобы они оба в этот IDL умели и могли себе нагенерить всяческие прокси-сущности, чтобы оно потом могло работать. Мы, в общем, тоже будем писать контракт. Под капотом, на самом деле, у всего этого дела всеми нами любимая нет, код-генерация. И на основе нашего вот этого контракта будет сделан в итоге абстрактный класс стаб, который всю сложную логику передачи данных между процессами будет держать у себя под капотом. На самом деле это очень круто, потому что если бы еще и вот таким пришлось бы заморачиваться, мы бы от IDL, наверное, отказались сразу же. У него, естественно, есть плюсы, иначе им бы никто не пользовался, и я бы сейчас об этом не рассказывал. Во-первых, он проверен временем. Несмотря на бытующее мнение, что все новое обязательно хорошо, бывают штуки, которые, наоборот, проверены временем, нам гарантируют, что если оно вот за столько лет кардинально не поменялось, и в новых анонсах Google ничего не сказано на тему того, что оно поменяется в ближайшем будущем, у нас есть некий запас по совместимости нашего приложения между разными SDK. Это действительно так. Здесь я назвал пункт запасом прочности. На самом деле это больше запас гибкости. Если вдруг наше приложение начало как-то разрастаться, расширяться, пошли какие-то новые требования, новая кастомная логика, ну, мы же все любим agile. А IDL нам даст на самом деле вот то пространство для маневра, чтобы мы смогли адаптироваться под измененную вот эту новую реальность без каких-то серьезных затрат по ресурсам. Ну и лично мне в нем нравится то, что он строго типизирован, у него строго типизированные параметры. Если мы берем интент с экстрами, мы можем что-то не дописать. У нас что-то может начать работать с значениями по умолчанию, или оно может просто упасть, потому что это экстра нет, а никто не проверил. Ну вот из-за таких мелочей у нас получается, мы либо усложняем код за счет кучи проверок, либо просто получаем не совсем контролируемое поведение приложения. Тут как бы все типизировано, все строго прикручено гвоздями, никуда не денетесь, придется писать вот ровно то, что просят. Ни шагу влево, ни шагу вправо. Естественно, там, где есть плюсы, обязательно есть минусы. Самый серьезный минус IDL, который отпугивает просто большинство людей, которые пытаются им заняться, он потока небезопасен от слова совсем. Вот все возможные косяки, которые могут случиться из-за обеспечения потока безопасности или конкаренси, вот все их разработчик должен учесть сам и руками вот этими обязательно исправить. Если мессенджер, в общем, все это дело у себя под капотом держит, там об этом думать не надо, с IDL так не получится, придется делать самим. Он достаточно сложен в реализации, то есть надо понимать, что придется писать интерфейсы, придется как-то к ним обращаться, придется не забывать про как раз вот эту всю многопоточность и конкаренси. Ну, это действительно не так просто, и для простых приложений либо сервисов он банально избыточен. То есть если там у вас приложение на два экрана и один сервис, который в фоне, например, считает координаты пользователя и передает их на сервер, не надо писать сервис через IDL. Ну, то есть он просто банально избыточен, это действительно тяжелая артиллерия. Но поскольку, повторюсь, мы, в общем, уже имея перед глазами этих заданий и понимание того, что придется делать, мы, в общем, сразу же поняли, что нам сервис нужен такой более-менее пуленепробиваемый, поэтому все-таки взяли IDL в конечном итоге. Следующий вопрос, он тоже такой достаточно банальный, а хорошо, мы определились, мы взяли IDL, окей, мы будем на нем чего-то делать, а с чего нам начинать? Начинаем мы, как правило, с простых вещей, мы начинаем с модельки. В любом приложении обязательно есть моделька. Как правило, это поджу, это какой-то там дата-класс, в данном случае это глава спектакля. То есть у нее есть какие-то поля, там ее название, признак того, что она закончена, не закончена. Этот дата-класс обязательно должен реализовывать интерфейс Parcelable для того, чтобы мы смогли его использовать в наших IDL. В данном конкретном случае здесь должна была быть написана здоровенная реализация интерфейса Parcelable. Если ваша моделька состоит целиком из примитивов, там нет никаких вложенных сложных объектов, в принципе, неплохо заходит экспериментальный Kotlin плагин, по-моему, под названием Parcelize. То есть мы просто пишем, что наш дата-класс реализует Parcelable, аннотируем его Parcelize, и, в общем, оно начинает сразу же работать. Если вдруг у нас какие-то происходят зависимости между нашими модельками, вот здесь Parcelize у нас завести не удалось. Если у кого-то есть опыт, я с большим удовольствием пообщаюсь с этим человеком, может быть, мы просто что-то делаем не так. То есть такое тоже возможно. После того, как мы сделали модельку, мы создаем для нее IDL файл. Android Studio нам позволяет это сделать прямо через New, IDL. Он создаст отдельную папочку с исходниками в main source set, ну или в каком вы ему укажете source set, рядом с папочкой Java, где лежат Kotlin классы. На самом деле это весь IDL файл для нашей модельки. То есть ничего другого ей не надо. Мы просто говорим о IDL, что вот есть такой класс chapter, и он у нас Parcelable. Обязательно следует обратить внимание на пэккедж. Он должен в точности совпадать вот прямо до последнего символа с пэккеджем Kotlin класса. Иначе чудо не произойдет, код-генерация будет ругаться. Ну вот, как правило, основные ошибки код-генерации IDL просто из-за того, что кто-то где-то перепутал пэккедж. Поскольку, напоминаю, создалась отдельная папочка в исходниках проекта. Там точно такая же структура папок, которая совпадает с нашим пэккеджем. Вот оно должно в точности совпадать с Kotlin классом. После того, как мы создали модельку, начинаем писать непосредственно уже интерфейс сервиса. То есть вот через вот эту штуку мы будем общаться между нашим UI и аудиоплеером. Опять же, помним про пэккедж, что он должен обязательно совпадать. В случае, если мы используем наши модельки, которые из себя представляют какой-то поджим, мы обязательно должны написать ему импорт. Ну, здесь синтаксис, он такой больше Java напоминает. Может быть, для заядлых котленистов не зайдет, но те, у кого стаж разработки, те, кто на Java еще писал, им, в общем, такой синтаксис заходит как родной. То есть здесь четыре метода. Первый стартует в следующую главу. Мы ее туда передаем как раз нашим объектам. С каким-то айдишником и каким-то названием спектакля. И плюс три управляющих метода. Мы там ставить на паузу, останавливать, продолжать воспроизведение. Параметры в IDL бывают разнонаправленные. Они могут быть входные, in, выходные, out и двусторонний, in, out. Если у примитива ничего не написано, он считается входным. То есть если вам нужно примитив сделать out параметром, это надо прям руками указывать. Для моделек модификатор in надо писать обязательно самим, иначе опять же чудо не произойдет и код-генерация будет ругаться. После того, как мы вот это все написали, мы собираем проект. Предположим, что у нас все прошло без ошибок. Из IDL создался наш абстрактный класс заглушка stop. И дальше внутри нашего класса сервиса мы начинаем, следуя методичке Google с local binder до поры до времени, начинаем писать наш собственный байндер. На что надо сразу же обратить внимание, он расширяет не класс binder, как это принято, как Google у нас учит, он расширяет вот тот самый класс заглушку, который мы только что сгенерили из нашего IDL. Внутри этого класса должна быть реализация всех методов интерфейса, которые мы написали. То есть здесь должен быть старт-чаптер, пауз, стоп и так далее, и так далее. Дальше опять же действуем строго по методичке. Берем экземпляр нашего байндера и готовимся его возвращать в принципе тому, кто решит к нашему сервису прицепиться. То есть здесь пока вообще никакой science fiction, здесь как бы все очень просто и прям вот как доктор прописал. Переходим на сторону UI. Сразу отмечаю, мы бы это будем делать в презентере. Несмотря на то, что принято, как правило, все, что связано с сервисами, все, что где как-то задействован контекст, держать во вьюшке, мы вот волевым решением сказали, нет, мы будем делать это в презентере. Просто потому, что у нас MVP, я напомню, центром бизнес-логики является как раз презентер, поскольку управление сервисом плеера является частью бизнес-логики, то ему правильнее быть здесь. Это типичный сервис-коннекшн. Я помню, звучали варианты, что мы к сервису через сервис-коннекшн прицепляемся, то здесь, по идее, для вас ничего нового. У него два метода коллбека, которые выполняются, когда мы подключились и когда мы отключились от сервиса. Но опять же, здесь обращаем внимание, что простой каст вот того, что пришло, вот того iBinder к нашему iPlayer-сервису не прокатит. Нужно опять обращаться к сгенеренному классу Stab и брать из него, через вот этот iBinder получать именно экземпляр интерфейса. На этом этапе нам все равно, кто живет на другой стороне этого интерфейса. То есть это может быть, в нашем случае, это сервис, который является частью нашего же приложения. Это может быть сервис, который не является частью нашего приложения. Это может быть сервис, который написан вообще ни на Java и ни на Kotlin. Нам все равно, у нас есть интерфейс, мы его опрашиваем. Естественно, мы в методах жизненного цикла презентера к этому сервису цепляемся. То есть берем Intent-сервисы, да, опять же, прошу прощения у апологетов чистой архитектуры, мы здесь используем AppContext в презентере. По общему мнению в презентере AppContext делать нечего. И в большинстве случаев я с этим согласен. Но опять же, поскольку мы управляем сервисом в презентере, создавать подключение нам тоже нужно в презентере, поэтому, простите, великодушно, AppContext у нас живет в презентере. Цепляемся к сервису, мы с флагом Bind AutoCreate, что нам гарантирует, что даже если наш сервис еще не запущен, он сначала запустится, а потом мы к нему прицепимся. Собственно, именно поэтому мы не реализовали метод onStartCommand, у нас нет старт сервиса. Мы могли бы его использовать, при этом поведение сервиса чуть поменяется. Если кому интересно, тоже об этом в кулуарах потом можем поговорить. Но вот нам пока достаточно вот такой реализации. То есть, здесь прицепились, в onDestroy отцепились, жизненный цикл соблюден, все более-менее симметрично. После того, как мы прицепились к сервису, мы можем начинать опрашивать его методы. Это два метода презентера, которые реагируют на нажатие кнопки на UI. То есть, это постановка воспроизведения на паузу и его продолжение. Мы прокидываем команду в наш сервис и как-то реагируем на стороне UI. Ну, там значок на кнопке надо поменять. Там был треугольничек, должны быть две полоски. После этого у нас вроде как есть работающий сервис, к которому мы смогли прицепиться, мы смогли ему передать какие-то команды, и он на них, будем считать, что он на них нормально реагирует. То есть, здесь мы нигде ни в чем не ошиблись, у нас вроде как все хорошо. Но у нас аудиоплеер, я напомню, он что-то воспроизводит. Нам бы крайне желательно понимать, что именно он воспроизводит, а воспроизводит ли он это вообще, и сколько ему еще осталось. Ну, так, например. Поэтому надо задумываться об обратной связи между сервисом и нашим UI. здесь можно отмотать обратно к слайду выбора методов взаимодействия, опять еще раз пройти по тому же самому дереву из нескольких пунктов. Но поскольку мы взяли IDL в одну сторону, мы будем брать IDL и в другую сторону, тем более, что SDK нам это всячески позволяет, там есть очень много крутых штук, которые облегчают именно коллбеки. Пишем еще один IDL файл, который назовем коллбеком, опять же, импортируем туда наш чаптер, у него всего один метод собственно оповестить о прогрессе. Ну, он передает главу, которую сейчас играет плеер, сколько сыграно, общая длина воспроизведения, флаг, а закончена ли глава и состояние плеера, то есть он играет, он поставлен на паузу, он остановлен, с ним там что-то случилось и так далее. Флаг завершенности здесь нужен на самом деле за тем, что у нас в МХАТе было два типа контента, то есть два аудиофайла. Первый это собственно история, которую говорит рассказчик. После того, как она закончилась, пользователь может находиться еще не на той точке, то есть там рассказ мог закончиться словами пройдите 100 метров в ту сторону, повернитесь к дому номер такому-то и вот тогда мы там продолжим. Вот пока пользователь идет эти 100 метров до этого дома, у него в наушниках играет так называемая ожидающая музыка, waiting audio. И вот для того, чтобы нам в UI понимать, какая именно аудио у нас сейчас играет, мы просто вешаем флаг, что у нас голова закончена. То есть она считается законченной, но плеер все равно продолжает играть. В основной наш IDL файл, через который мы общаемся от UI в сторону сервиса, мы добавляем метод регистрации коллбека и от виски и от коллбека. На самом деле название куки для вот этого второго строкового параметра я взял у гугла из-под капота. Я не знаю, почему гугл его назвал куки, я просто оставил вот это же название. На самом деле это просто строковый идентификатор коллбека, то есть что это. Мы туда просто передавали тег нашего презентера, то есть вот этот коллбек пришел из там вот такого-то презентера. Далее внутри нашего плеер-сервиса мы начинаем непосредственно уже работать с коллбеками. Обычный лист T здесь не прокатит. Использовать надо вот такой вот хитрый класс, типизированная коллекция этих самых коллбеков. У нее есть много методов, расширяющих стандартный функционал коллекции, мы именно ими будем пользоваться. Например, регистрируем коллбек мы вот таким вот способом. Ну, понятно, что мы логируем, что за куки нам пришло. И мы в наш этот mcallbacks просто пишем, зарегистрировали-ка нам в эту коллекцию коллбеков вот этот экземпляр, который только что нам прилетел. Отцепляется абсолютно так же. Единственное, что по куки мы отцепить не можем, мы все-таки обязаны туда передавать экземпляр. Поэтому куки здесь используются только для логирования. Вот теперь начинаются интересные вещи, как именно мы будем раздавать прогресс нашего аудиоплеера всем тем, кто в нем заинтересован, всем тем, кто на него подписан в данный момент, ну, кто к нему прицеплен. Начинаем мы с того, что переводим нашу коллекцию коллбеков в режим бродкаста. Вот это значение count, которое возвращается, это количество, ну, это величина нашей коллекции, это количество элементов, которые в ней. понятно, что в наибольшем числе случаев там будет один. Но на самом деле там возможны переходные состояния. Я напоминаю про конкуренси, про то, что IDL в этом плане к нам очень жесток. Поэтому там могут быть два коллбека, например, если один презентер еще не убился, а мы уже перешли на другой экран, там будет, например, два коллбека. Когда мы перешли в режим бродкаста, наша коллекция коллбеков, вот этот самый очень сложный объект сложного класса, у него под капотом наша вот эта вот коллекция коллбеков перешла в немутабельное состояние. То есть, если мы объявили бродкаст и в этот момент через IDL пришла команда отцепить этот коллбек, он все равно один последний раз выполнится. И это надо иметь в виду на стороне UI, потому что там вьюшек уже может не быть, ноу-поинтер эксепшн, падение, все совсем несчастливы. То есть, в момент, когда выполняется бродкаст, содержимое коллекции, по которой мы сейчас бродкастим, не меняется. После этого мы пробегаем просто по нашей вот этой немутабельной копии, берем бродкаст-итем из нее, каждый по очереди, вызываем у него метод report-прогресс, потому что это уже экземпляр нашего интерфейса для коллбека, и в конце мы обязательно должны вызвать финиш бродкаст. Это переводит коллекцию обратно в мутабельное состояние, в нее можно добавлять элементы, удалять элементы, она будет на них реагировать. Вроде работает. Когда мы начали пробовать этим пользоваться, естественно, все пошло совсем не так, и мы начали получать некоторое количество казавшихся поначалу странными падений. Ну вот падает оно и все. Что я забыл в механизме передачи коллбеков, хотя бы идеи, что я мог забыть? Вот мы вошли в режим бродкаста, всем все раздали, бродкаст завершили. Чего не хватает? Чего? Нет, еще варианты? Уже ближе к истине. Ну, почти. Конечно же, мы забыли про конкуренси. Если мы находимся в состоянии бродкаста и пришел вызов на второй бродкаст, оно упадет с грохотом. Поэтому приходится весь содержимое этого метода, который раздает всем коллбеки, оборачивать в синхронизм, чтобы оно не мешало друг другу. Еще раз напоминаю, все, что связано с ADL в плане конкуренси и в плане многопоточности, оно к разработчику достаточно жестоко и ошибок не прощает. То есть это все пришлось познавать уже по ходу тестов, по ходу отладки и даже по ходу бета-тестирования. На стороне нашего презентера мы опять же создаем экземпляр коллбека, наследуясь от класса заглушки, реализуем у него один этот метод, в который будет прилетать наш прогресс. Теперь мы его засинкронизили, теперь он будет нормально сюда прилетать. Здесь какая-то бизнес-логика, ну это презентер, он центр мира, там много всего происходит. Ну и в конце мы естественно рапортуем в UI о том, что вот нам что-то прилетело, надо там ползунок передвинуть, у нас секунда прошла, например. Естественно, опять же, в презентере после того, как мы прицепились к нашему сервису плеера, мы должны зарегистрировать наш коллбек. Происходит это в мета-ре-он-сервис connected, потому что к этому моменту у нас есть живой экземпляр сервиса. Обратную операцию мы сделать не можем, потому что в методе on-service disconnected экземпляра уже нет и отписываться уже поздно. Поэтому отписываемся мы при убиении презентера перед тем, как отцепляться от самого сервиса. На стороне совсем уже UI, то есть мы спускаемся на уровень фрагмента, он является вьюшкой в MVP, то есть он сам ничего сам по себе не делает, ему прилетает команда, он их выполняет. Опять же, на случай избежания какого бы то ни было параллельного изменения UI, мы все дело оборачиваем в пост, чтобы оно красиво выстраивалось в очередь и друг не мешало, поскольку любая вьюшка может постить, ну вот я взял некий там root view, может быть абсолютно любым, без разницы, главное, чтобы он был одним и тем же все-таки. то есть здесь какие-то изменения UI, здесь мы перерисовали кнопочки, подвинули ползунки и так далее, и так далее. Хьюстон у нас проблема, мы сделали сервис, мы к нему прицепились, мы с ним общаемся, но у нас кастомный UI, да простят меня сотрудники и сочувствующие Яндексу, MapKit жрет как не в себя просто. Те, кто работал, по-моему, сейчас должны были улыбнуться. Я понимаю, что нынче даже у смартфонов-середняков минимум 4 гигабайта оперативной памяти, а у флагманов 6, 8, 10, 12, ну то есть оперативных хватит, понятно, но тот факт, что ее хватит, ну он же не призывает нас к тому, чтобы совсем забыть об оптимизации. То есть для того, чтобы у нас весь вот этот UI не висел постоянно в оперативной памяти, мы можем расцепить просто UI-часть приложения от проигрывателя. Именно в этом была основная идея, чтобы сервис был более пуленепробиваемый, а чем меньше ресурсов потребляет foreground-сервис, тем меньше шансов, что за ним придут, что называется. Ну то есть система может забрать себе просто UI и этим удовлетвориться, а наше воспроизведение спокойно продолжится. Для того, чтобы расцепить их друг от друга, мы просто переносим наш сервис плеера в отдельный процесс. То есть мы добавляем два атрибута в наш Android manifest.xml, мы дописываем имя процесса, если вдруг кто не помнит, именование процесса с двоеточия говорит нам о том, что это дочерний процесс нашего основного процесса приложения. То есть здесь можно было бы написать вообще произвольную строку, это был бы абсолютно произвольный процесс. Еще можно было бы поставить флаг, что он заизолирован, но это как-то уже перебор. И на всякий случай ставим, что он никуда не экспортируется, потому что мы не хотим, чтобы с нашим плеером общался кто-то кроме нашего приложения. То есть мы их внутри приложения, мы их перемещаем, перераспределяем, как нам нравится, но больше никого нам здесь третьего не надо. Мы справимся вдвоем, нам хорошо. И на самом деле вот это единственная строчка, которую понадобилось поправить в коде UI. Просто потому, что когда мы начинаем работать с IPC, нам ответы, вот те самые колбеки от нашего проигрывателя, они приходят в абсолютно произвольном потоке. Там, по-моему, выделяется чуть ли не специальный пул потоков, через который пролетают все вот эти вот binder proxy. То есть если мы не добавим run on UI thread, оно просто будет падать со словами «Эй, только тот поток, который создал эту вьюшку, может ее менять». Ну, мы, в общем, здесь немножко применяем грубую силу. Загоняем его в UI thread. Я понимаю, что это тоже не самый популярный оператор, он там не в очень большом почете у разработчиков. Но вот здесь, я считаю, он вполне себя оправдывает, вместо того, чтобы пытаться как-то в презентере при помощи, прости господи, RxJava пытаться переключать эти потоки. Ну, вот так реально проще. И, собственно говоря, все, при этом он начинает сразу же работать в разных процессах. Если он нам надоел в разном процессе, мы убираем атрибут с именем процесса, они обратно сливаются в один и продолжают работать, что как раз дает нам вот ту самую гибкость на случай, если у нас начали как-то меняться требования. То есть надо нам, чтобы он жил в отдельном процессе, дописали имя процесса, оно начало так жить. Если нам больше не надо, чтобы оно так жило, мы убираем этот процесс, оно продолжает жить нормально. Вот в этом та самая гибкость IDL, за которой мы охотились, из-за которой я вот это все здесь рисовал и вам сейчас рассказываю. То есть практически, не сказать, что совсем любые, но очень много всяких вещей можно на самом деле создать себе некий задел для того, чтобы потом легко смочь их выполнить. Подводя некие итоги, в первую очередь, оно работает? Да, оно работает, ура, мы молодцы. Идеальное ли это решение? Никаким образом не идеальное, идеального вообще очень мало, любой из вас может придумать что-то лучшее. Можно ли проще? Естественно, я в начале, когда мы рассматривали способы взаимодействия между UI и сервисом, прям там было несколько способов, как можно было сделать проще, и оно бы тоже работало. Да, не все из них было бы в разных процессах. Да, не все из нас нам бы дало вот ту самую гибкость между одним и другим. Но оно бы работало, и может быть нам было бы достаточно. Зачем это все? Ну, вот я примерно сейчас рассказал, что мы хотим иметь возможность подстраиваться под требования бизнеса. реализовав наш этот аудиоплеер, вот таким образом мы можем это сделать. Поэтому, зачем это все? Ну, потому что можем. На самом деле, пора закругляться, поэтому, о чем еще очень хотелось рассказать, но по таймингу не прошло. Как это все отлаживать? Ну, на самом деле, там очень просто. В студии просто будет не один процесс приложения, а два, и мы к нему присоединяемся дебаггером. Что будет с UI-приложением? Ну, с ним, в общем, ничего не будет, подробности я могу в кулуарах рассказать. Что будет с dependency injection? Это вот вам вопрос на засыпку. У нас есть coin. Если кто-то с coin работает, он, в общем, может уже обоснованно предположить, что будет. Вот мы взяли и разнесли куски на два разных процесса. Что будет с coin? И вот почему все-таки не мессенджер? Через мессенджер практически не получилось бы реализовать коллбеки вот таким способом, как мы смогли это сделать на IDL. Он не рассылает ничего сам, он только принимает сообщения. То есть это можно, но пришлось бы костылять такими адскими способами, что я категорически не готов это делать. У меня все, наконец-то. Можете выдохнуть. Готов выслушать ваш вопрос. Я могу тебе ухо дать. А теперь слышно. Спасибо большое. Спасибо за доклад. Пожалуйста, вопросы. Да, спасибо за доклад. Очень интересно. Я вот только не совсем понял необходимость взаимодействия с сервисом, его биндингом в презентере. Ну, то есть мы же, ну, то есть, зачем, почему мы именно в презентере все делаем? Потому что в MVP у нас в момент, например, там пользователь банально перевернул экран. вьюшка отцепилась, вьюшка все, создалась новая вьюшка, прицепилась. Вот чтобы не пересоединяться каждый раз с этим сервисом, ну, это, в принципе, не самая бесплатная операция, просто по накладным расходам, она асинхронная, то есть мы не можем понимать, в какой момент мы уже можем что-то передавать в плееру, в какой момент еще не можем. Поэтому, именно потому, что презентер центр вселенной в MVP. Привет, спасибо за доклад, полезно. Тоже сталкивался с подобной задачей и работал тоже с сервисами. Как уже говорил, можно использовать вообще, в принципе, пендент к интент, связки с Мессач-Кью. Этот вариант я как раз не вспомнил, С Мессач-Кью, хендлером совсем и без Аидейля, все намного проще. У меня больше такой вопрос по поводу, какие практики вы накопили при отлаживании вот этого всего. Ты говорил, у тебя вот не хватает времени, ну, возможно, просто одними логами и не обошлось. В любом случае, как, допустим, вы меняли местоположение. Как вы это все отлаживали? У вас реально разработчики и тестировщики выходили в поля, то есть на улицу, либо вы эмулировали смену GPS на эмуляторе, на девайсе? Я так понимаю, здесь мог бы быть один из людей, который выходил в поля с айфончиком, iOS-разработчик, но он, видимо, на iOS сидит. Он мог бы рассказать, про выход в поля с телефоном и действительно про ход по маршруту спектакля. Если чуть более серьезно, да, народ ходил. Если уже подходить к вопросу, как именно, как инженеры, то человек прошел один раз, принес запись просто геотрека, мы его дальше заталкивали в эмулятор, и у нас эта точка, она аккуратно двигалась по маршруту, и мы, в общем, сами уже понимали, в какой момент что происходит. на самом деле можно писать в файл, опять же, поскольку на вопрос про коин никто не ответил, с коином ничего не произойдет, коин будет работать, то есть весь dependency injection, ну, приложение одно, несмотря на то, что процессов два. То есть мы можем спокойно внутрь нашего плеер-сервиса присобачить любой логгер абсолютно и логировать с двух сторон. То есть это может быть действительно файл. Мы писали изначально файл, потом один из наших разработчиков вообще поверх вот этой мапкитовской карты просто начал выводить там текущие координаты, сколько осталось идти, там, ну, вот радиус, как нам попадать в эту точку. В случае, когда мы сидим прямо в кабинете и просто отлаживаемся, ну, мы бряки ставим там и там и просто их ловим. Просто через подключение отладчика ко второму процессу у нас получается брейкпоинт работает и в основном процессе, потому что мы из-под него стартовали в отладке, и плюс мы подключились отладчиком ко второму процессу и можем тоже считывать его брейкпоинт. Я не знаю, ответил я на вопрос или не ответил. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Ну, не считая вот этот вариант с пендингами, вы сказали, что у мессенджера уже не получается у вас, IDL реализовали. А что бы выбрали, если не IDL? То есть был такой момент, что если бы сложная логика, мы бы его не стали брать. Что бы вместо этих трех вы бы использовали? Я допускаю, что если бы это было совсем не подъемная операция, ну то есть как бы... Ну вы же рассматривали, да, вот эти варианты, что-то возьмем. Ну, допустим, IDL отпал из-за того, что он слишком сложный. Ну, предположим. Мессенджер отпал из-за того, что он не умеет инициировать отправку сообщений. То есть мы не можем из сервиса плеера через мессенджер кидаться вот этими коллбеками. Ну, не можем. Можем, но с костылями, так скажем. Может быть, мы бы выбрали эти костыли, а может быть, мы бы действительно перешли к интентам. Или к local binder и просто вообще оставили бы эту идею разнесения их по нескольким процессам, просто жили бы с этим mapkit-ом в оперативной. Ну, все может быть. И второй момент тоже, то, что ручное управление многопоточностью. Если, допустим, у вас была бы сложная логика, там бы, наверное, начались какие-нибудь дедлоки, как вариант. Но это тоже, если было бы сложно контролировать. То есть это тоже такой вариант, что для простых каких-то решений, если бы начиналась сложная логика, там бы уже начались бы сложные проблемы. И, в принципе, на них бы тоже наткнулись, как вариант. Ну, вот на самом деле при составлении этого доклада и при разработке этого приложения ни одного дедлока не пострадало. Ну, то есть вот без шуток дедлоков не было. Было много чего. Были вот попытки параллельно поменять с двух сторон одну вьюшку, там вот это падение. Были падения из-за того, что поток не тот. Были падения вот из-за того, что у нас уже бродкаст, а мы еще раз пытаемся бродкасть. То есть вот такой именно конкуренции. Дедлоков не было, ни одного. Поэтому я не могу что-то ответить вот именно по поводу дедлоков. И последний вопрос. У нас тоже время. Скоро начинает следующий доклад. Спасибо за доклад. Есть с восьмого андроида такая проблема, когда ты стартуешь foreground сервис, и он падает, потому что ты должен был внутри вызвать start foreground, и даже если ты его вызываешь, все равно тебе приходят эти краши, потому что, видимо, CPU лагает, и где-то больше двух секунд проходит до момента вызова самого метода, и с этим ничего я не нашел решения, как это решить. Я так понимаю, что здесь не будет никаких проблем. Google не придет за моим сервисом, несмотря на то, что это foreground сервис, потому что он просто не стартуется, а биндится, и с ним работается напрямую в другом сервисе. Ну тут штука какая. Тот факт, что мы цепляемся к сервису, нам совершенно не мешает его стартовать. У него просто при этом поменяется поведение его в системе. То есть если мы, ну вот как вот в этой реализации, если мы просто начали сразу биндиться с bind-автокреатом, там работает счетчик ссылок. То есть до тех пор, пока есть хоть одна ссылка на, то есть есть хотя бы один активный сервис-коннекшн, сервис будет жить. Когда они все отключились, сервис автоматически завершается. Плюс мы еще сбоку ему говорим, что он foreground. То есть вы выставляете set foreground внутри, привязывая его к… Так вот этот вызов должен произойти в течение там двух или пяти секунд после того, как сервис создастся с системой, иначе Google как бы рубит его, если сейчас приложение в background, он говорит, ты запустил foreground сервис, но ты его не привязал к вьюхе, и значит ты хочешь, пользователя не уведомляя, использовать его ресурсом, и мы тебя рубим. Так вот, мы сначала из UI цепляемся к сервису, а потом при нажатии пользователем воспроизвести, то есть при нажатии кнопки play, вот только тогда сервис становится foreground. То есть мы здесь работаем по правилам Google, проблем не возникает. Если бы мы вызывали старт сервис, тогда счетчик ссылок бы не работал, и сервис бы жил до тех пор, пока его бы не прибила система, или мы бы не сделали ему stop-self. Продолжение следует...